И всем привет, ребят, с вами Сэр Банк, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня у нас полноценный анонс нового второго сентябрьского челленджа. Сегодня пройдемся по нему, уже завтра этот челлендж у нас стартует, просмотрим все призы, ну и я выскажу свою точку зрения, считаю ли я нужным приобретать боевой пропуск на этот замечательный челлендж. Я, честно, этот челлендж до момента запуска этого видоса еще не видел, поэтому будем сейчас смотреть его вместе с вами. Ну и если вам нравится эта тема, если вы хотите, чтобы мы на постоянной основе челленджа обозревали, то обязательно поддержите данный видос лайком. Подписочку можно еще сверху бомцануть, если вы еще не подписаны на канал, мне будет очень и очень приятно. Но, все, давайте смотреть, что же здесь у нас интересного есть по краскам на 11 шаге, лесной призрак и серебряные кирпичи. Ничего интересного, если честно. Васпик на 21 шагу с утяжеленными конструкциями. Васпик с иммунитетом от Эми. Дальше гром с автоматом малого калибра. Это устройство, которое у нас получается за кристаллы. И второе устройство снаряды коррозия на грома. Это гром с пробитием. Тот самый гром, который я когда-то уже тестировал. И который, ну, себя так, 50 на 50 показывал. Если честно, я даже не помню, есть ли у меня этот гром на основе. Сможем потом чуть-чуть попозже перейти посмотреть. Ради интереса. Но, в принципе, если такого устройства у меня нету и нету у многих ребят, то уже какой-то определенный смысл в покупке этого боевого пропуска появляется. Так, дальше, что у нас здесь? Фриз с оглушением и фриз с Эми. И дальше... И дальше вулкан ХТ. То есть даже не легоси, никакой скин. Даже никакой не легоси скин. Вулкан Экстишный, я думаю, что у многих есть. И он не в приоритете в этом челлендже. Точно. Насчет фриза с оглушением и фриза с Эми. И, в принципе, если устройств нету, то, в принципе, так же работает, как и на Жиге, только даже лучше, чем на Жиге, я бы сказал. Потому что фриз в сегодняшней мете смотрится куда интересней, нежели Жига и Гром с пробитием. Блин, ну неплохая, если честно, линейка. Могло быть, могло быть, я уверен, что могло быть намного-намного хуже. И могло все это дело смотреться, ой, не то нажал, менее интересней. Давайте зайдем в свой гараж, посмотрим, есть ли у меня Гром с пробитием. И есть ли у меня на фриза эти самые новые замечательные устройства. На Грома у меня пробития нет. То есть это уже неплохая, смысловая затея, приобрести как раз-таки Громчика с боевого пропуска. Ну а что касаемо оглушения и Эми на фриза, то что одно, что второе устройство у меня на основном аккаунте есть. На бездонате, скорее всего, у меня этих устройств нету. И тогда у меня получается с челленджа два будет новых устройства с боевым пропуском. В принципе, ну, наверное, неплохо. Если бы еще в этом челлендже был бы какой-то интересный скин, а не вулкан XT, то смотрелось бы еще жестче. Но я честно вам скажу, что я ожидал даже хуже, даже хуже устройств. После Жиги я думал, что могут добавить устройства, ну, те, которые уже были и по много раз. Я бы, наверное, сказал так. Но по итогу у нас выкатываются не самые печальные устройства. Но в целом, с точки зрения меты, я бы, наверное, сказал, что они не совсем актуальны. Да, если у вас этих устройств нету, и вы хотите купить боевой пропуск, дабы получить эти устройства, например, чтобы у вас их не было в гараже, в контейнерах, да, то есть чтобы вам с контов они не падали, а чтобы падали какие-то, например, другие предметы, которые вы бы хотели выбить, то это очень неплохая идея. Если же вы делаете акцент на покупку боевого пропуска с как раз-таки условием того, что вы берете устройства, на которых вы будете играть, да, на сегодняшний день, то на сегодняшний день, что гром с пробитием, что приз с Эмми, это, наверное, не самое лучшее устройство для своих пушек, да, то есть на грома для меня лично сейчас есть два устройства супер жестких и супер интересных. Первое устройство это, если мы рассматриваем грома, то это гром с сплэш уроном повышенным, который как раз-таки у нас был за танкофонд, и гром гиперскоростные снаряды на дальность, да, то есть, но он был с ультракантов, да, то есть эти два устройства точно лучше, чем это устройство, да, 100%. А что касаемо фриза, то тут я бы сказал, что фриз с подавой в сегодняшней мете 100% будет смотреться сильнее, чем магнитная смесь, это 100%. Но тут уже все зависит от того, какой вы приоритет ставите челленджу, да, и как вы относитесь к приобретению боевого пропуска и с каким смыслом вы его приобретаете, да, на это нужно тоже делать очень большой акцент. Поэтому я считаю, что лично для меня и моего бездонат аккаунта это точно будет хорошее приобретение с точки зрения того, что я приобрету устройства новые дополнительные на те пушки, которые... Чисто в теории одна у меня уже есть, а вторая, которая может быть будет прокачена, да, и это те устройства, которые мне не выпадут в дальнейшем. Ну и плюс я получу какие-то определенные новые предметы, которых у меня еще нету. Но все равно есть лучшее устройство и, скорее всего, на этих устройствах я играть не буду, да, то есть я буду играть на тех устройствах, которые, по моему мнению, являются более имбовыми и более метовыми, а эти устройства, возможно, мы затестируем в ближайшее время, если в этом интерес будет, поэтому, если это так, напишите по этому поводу в комментариях. Обязательно попробуем, потестим, что грома, что фреза, тушанем контентику на них, поэтому поддерживайте данный видос обязательно лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, но если вдруг оповещение не приходит, либо приходит нестабильно, в описании есть ссылочка на наш дискорд-сервер, в нем как раз-таки все оповещения о видосах, о стримах приходят, и вы точно ничего не пропустите. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настроечках нашей игры. Вы открываете настройки, аккаунтик, мой личный так, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкой нафт. У меня, друзья, на этом все. Как-то так интересно будет узнать ваше мнение по всему этому делу. Всем удачи и всем пока!